Людик Ван Бетховен. Года жизни. С 1770 по 1827 год. Великий немецкий композитор и пианист. Один из трех венских классиков наряду с Гайденом и Моцартом. Ключевая фигура переходного периода от классицизма к романтической эпохе в европейской классической музыке. Бетховен и по сей день остается одним из самых известных и исполняемых композиторов в мире. Композитор родился в 1770 году в Бонне, резиденции кёльнского куэрфюрста-архиепископа. Основателем музыкальной династии был дед композитора Лодвиг Ван Бетховен, фламандский музыкант, к концу жизни занимавший должность капельмейстера, руководителя придворной капеллы. Его единственным сыном был Иоганн Ван Бетховен, отец Лёдвига. Иоганн, как и его отец, служил в капелле в качестве вокалиста и подрабатывал, давая уроки игры на скрипке и клавире. В 1767 году он женился на Марии Магдалиной Кёверих, дочери придворного шеф-повара в Кобленце, а через три года родился Лёдвиг Ван Бетховен. Ребенок был крещен по католическому обряду 17 декабря 1770 года. В то время детей крестили на следующий день после рождения, поэтому дата рождения считается 16 декабря. Из семи детей Иоганна и Марии Магдалины выжили только трое – второй сын Лёдвиг и два его младших брата – Каспар Карл и Николаус Иоганн. Первым учителем музыки Бетховена был его отец. Традиционно считается, что он был весьма суров по отношению к маленькому Лёдвигу, который за инструментом частенько бывал в слезах. Музыкальный талант мальчика проявился рано. Отец хотел сделать из него вандеркинда и второго маленького Моцарта. Для этого он убавлял Бетховену возраст. Так, например, на афише первого публичного выступления в марте 1778 года Лёдвиг был объявлен шестилетним ребенком, в то время как ему уже шел восьмой год. У мальчика было много учителей. Однако, наибольшее влияние на начальное музыкальное образование Бетховена оказал Кристиан Готлиб Нефе, назначенный органистом придворной капеллы в 1779 году. Нефе занимался с маленьким Людвигом композицией. Под его руководством было написано и издано в марте 1783 года первое опубликованное произведение Бетховена, вариации на тему марша до рестлера. С Нефе Бетховен внимательно изучал хорошо темперированный клавир Баха и произведения Генделя. Знакомился с музыкой старших современников, таких как Филипп Эммануэль Бах, Гайден и Моцарт. С десяти лет Бетховен уже работает в качестве помощника органиста сначала бесплатно, а с 1884 года как штатный музыкант капеллы. В 1783 году были опубликованы первые три фортепианные сонаты Бетховена, посвященные курфюрсту Максимилиану Фридриху и получившие общее название курфюрст. Максимилиан Фридрих, который умер в 1784 году, вскоре после назначения Бетховена помощником органиста, обратил внимание на одаренного юношу и субсидировал его музыкальные занятия. Новым курфюрстом стал Максимилиан Франц, младший сын австрийской императрицы Марии Терезии. Его правление отмечено модами в то время реформами в духе философии просвещения, более широкой поддержкой образования и искусства. Юный Бетховен наверняка находился под впечатлением от этих новых вийней. Кроме того, на него могли повлиять идеи масонства, поскольку и Нефи, и многие из его окружений были членами местного отделения масонского ордена иллюминатов. В марте 1087 года Бетховен впервые посетил Вену, видимо, в надежде учиться у Моцарта. Неизвестно, встречались ли они на самом деле, однако легенда приписывает Моцарту слова, сказанные в адрес юного Бетховена. Обратите внимание на него, он всех заставит говорить о себе. Спустя всего две недели Бетховен узнал, что его мать тяжело больна, и поспешил домой. Вскоре после этого Мария Магдалина умерла от туберкулеза, а отец запил еще сильнее. Так что Людвиг остался фактически главой семьи, ответственным за судьбу двух младших братьев, и был вынужден провести еще около пяти лет в Бонне. В это время он знакомится с семьей фон Брейнинг, где Бетховен часто бывал и в качестве учителя музыки для детей, и в качестве друга. Здесь он находил ту атмосферу семейного тепла, которой ему так не хватало дома. Пребывание в интеллигентной среде стимулировало его интерес к немецкой и античной литературе, а также философии. Так что Бетховен даже поступил в 1789 году вольнослушателем на философский факультет Боннского университета. Правда, пребывание его там было недолгим. В это же время Бетховен познакомился с графом Фердинадом фон Вальштейном, который всю жизнь оставался его другом и меценатом. Начало карьеры в Вене В ноябре 1792 года на фоне слухов о войне против Франции Бетховен покидает Бонн и едет в Вену, а вскоре после прибытия узнает, что его отец умер. Граф Вальштейн в своей прощальной записке Бетховена написал «Благодаря непрерывному усердию вы обретете дух Моцарта из рук Гайдена». В Вене Бетховен много времени уделял занятиям композиции. Под руководством Гайдена он стремился овладеть мастерством контрапункта. Кроме того, он брал уроки игры на скрипке у Игнаца Шопанцига и уроки итальянского вокального письма у Антонио Сальери. К 1793 году Бетховен уже зарекомендовал себя как импровизатор в салонах знати. Его друг Николаус Зимрак начал публиковать его сочинения. Первое публичное выступление Бетховена в Вене состоялось в марте 1795 года, где он дебютировал со своим фортепианным концертом. Вскоре после этого выступления Бетховен опубликовал свой первый опус фортепианное трио «Опус-1» с посвящением его покровителю князю Лихновскому. В период с 1798 года по 1802 Бетховен, наконец, решается взяться за наиболее сложные музыкальные формы – струнный квартет и симфонию. Его первые шесть струнных квартетов «Опус-18», написанные по заказу князя Лобковица и ему уже посвященные, наряду с премьерами Первой и Второй симфонии в 1800 и 1802 году, соответственно, делают Бетховена заметнейшие фигуры среди композиторов его поколения, следующего за Гайденом и Моцартом. Гайденом и Моцартом. Он продолжает писать и в других жанрах. Именно в это время появляется его знаменитая патетическая соната «Опус-13». Кроме того, в 1799 году он завершил свой септет «Опус-20», который оставался одним из самых популярных произведений Бетховена в течение всей его жизни. Весной 1801 года Бетховен завершил балет творения Прометея. Балет имел огромный успех и выдержал множество представлений в течение следующих двух лет, так что Бетховен поспешил издать его фортепианное переложение. К 1802 году издательские дела Бетховена также пошли в гору, когда его брат Карл, который и ранее помогал ему от случая к случаю, начал играть более активную роль в управлении его делами. Преподавательская деятельность С 1801 по 1805 год Бетховен преподавал Фердинанду Рисса, который впоследствии стал композитором и написал книгу воспоминаний о своих встречах с Бетховеном. Карл Черни, ставший известным музыкальным преподавателем и автором большого количества дидактических произведений, также учился у Бетховена. Черни стал первым исполнителем пятого фортепианного концерта Бетховена «Император» на премьере в Вене в 1812 году. Одним из учеников Черни был Ференс Лист, аристократические друзья и меценаты. Хотя Бетховен получал существенный доход от издания своих произведений и публичных выступлений, он также зависел и от щедрости меценатов, для которых он давал частные концерты и представлял в эксклюзивное пользование партитуры, еще не опубликованных сочинений. Некоторые из его покровителей, в том числе князь Лобковец и князь Лихновский, назначили ему годовые стипендии в дополнение к различным заказам и покупке опубликованных партитур. Возможно, наиболее важным аристократическим покровителем Бетховена был эрцгерцог Рудольф, младший сын императора Леопольда II, который в 1803 или 1804 году начал заниматься с Бетховеном фортепиано и композицией. Кардинал и композитор стали друзьями, и их общение продолжалось до 1824 года. Бетховен посвятил Рудольфу 14 своих сочинений, в том числе «Трио эрцгерцог» 1811 года и «Торжественную мессу» 1823 года. Осенью 1808 года Бетховен получил приглашение от брата Наполеона Жерома Бонапарта, ставшего вскоре королем Вестфалии на хорошо оплачиваемую должность капельмейстера при его дворе в Касселе. Чтобы уговорить Бетховена остаться в Вене, эрцгерцог Рудольф, граф Кинский и князь Лобковец обязались совместно выплачивать Бетховену пенсию – 4000 флоринов в год. Однако, через некоторое время только эрцгерцог Рудольф продолжал выплачивать свою часть пенсии. Граф Кинский, призванный на службу в качестве офицера, вскоре скончался после падения с лошади. Князь Лобковец перестал платить в сентябре 1811 года. Таким образом, вскоре Бетховену оставалось полагаться лишь на доходы от авторских прав и небольшую пенсию. Однако, и этот источник постепенно иссякал из-за войны с Францией. Потеря слуха Бетховен начал терять слух около 1796 года. Он страдал тяжелой формой тинита. Звон в ушах мешал ему воспринимать и оценивать музыку. На более поздней стадии болезни он избегал и обычных разговоров. Причина глухоты Бетховена неизвестна. Высказываются такие предположения, как отравление свинцом, тиф, аутоиммунные расстройства, такие как системная красная волчанка. И даже привычка окунать голову в холодную воду, чтобы не заснуть. Объяснением, основанным на результатах посмертного исследования, является воспаление внутреннего уха, которое со временем усугубляло глухоту. С апреля по октябрь 1802 года Бетховен, по совету его врача, провел в небольшом городе Гейлигенштадт, недалеко от Вены, пытаясь улучшить свое состояние. Однако, лечение не помогло. И результатом подавленного состояния Бетховена стало письмо, известное как Гейлигенштадтское завещание, в котором он заявляет о своем решении по-прежнему жить для и с помощью своего искусства. Со временем его слух настолько ослаб, что в конце премьеры его девятой симфонии он должен был обернуться, чтобы увидеть бурные аплодисменты зрителей. Ничего не слыша, он плакал. Потеря слуха не мешала Бетховену сочинять музыку, однако ему становилось все труднее выступать с концертами, что было важным источником его дохода. После неудачной попытки исполнения своего фортепианного концерта номер 5 «Император» в 1811 году он никогда больше не выступал публично. Большая коллекция слуховых трубок Бетховена находится в доме музея Бетховена в Бонне. Несмотря на очевидное ухудшение слуха, Карл Черни отмечал, что Бетховен мог слышать речь и музыку до 1812 года. В 1814 году, однако, Бетховен был уже почти полностью глухим. Одним из результатов глухоты Бетховена стал уникальный исторический материал – его разговорные тетради. Бетховен использовал их для общения с друзьями. Для исполнителей его музыки они являются важным источником, позволяющим узнать авторское мнение по вопросам интерпретации его сочинений. Героический период Возвращение Бетховена из Геллигенштадта в Вену многими исследователями считается точкой отсчета его среднего или героического творческого периода. Карл Черни передает следующие слова Бетховена «Я не удовлетворен своими работами, написанными до сих пор. Теперь я собираюсь избрать новый путь». К этому времени относятся ряд наиболее значительных сочинений Бетховена. Симфонии с 3 по 8, струнные квартеты с 7 по 11, фортепианы и сонаты Вальштейн и Апассионата, Оратория «Христос на маслячной горе», Опера Фиделио, Скрипичный концерт и многие другие произведения. К этому времени Бетховен уже снискал у современников репутацию великого композитора. В обзоре 1810 года музыкальный критик Гоффман объявляет его одним из трех великих романтических композиторов, а его Пятую симфонию называют одним из самых значительных произведений эпохи. Личные и семейные проблемы Личная жизнь Бетховена осложнялась тем, что, будучи представителем артистической элиты и вращаясь в аристократических кругах, он оставался простолюдином по происхождению. Ему отвечали взаимностью, но выйти замуж за него не могли из-за сословных предрассудков. Весной 1811 года Бетховен тяжело заболел. Его мучила лихорадка и головные боли. По совету врача, лето 1811 и 1812 года он провел на курорте Теплиц, где написал знаменитое письмо «Бессмертные возлюбленные». Кто был его адресатом? Джульетта Гвичарди, Тереза Мальфати, Жозефина и Тереза Брунсвик или Антония Брентана остается загадкой для биографов. В начале 1813 года Бетховен пережил эмоциональный и творческий кризис. Моментом душевного возрождения для композитора стало сообщение о сражении при Ватерло, где наполеоновская армия была разбита войсками коалиции под командованием герцога Веллингтона. Увертюра победа Веллингтона или битва при Витории и седьмая симфония были представлены слушателем 8 декабря 1813 года на благотворительном концерте в пользу жертв военной кампании. Сочинения пользовались успехом у широкой публики. На фоне роста популярности Бетховен получил заказ на возобновление и доработку оперы «Фиделио», которая также успешно была представлена публике в июле 1814 года. Тогда же, впервые за пять лет, он вернулся к созданию фортепианных сонат. Сонату номер 27, оп. 90, написанную летом 1814 года, можно считать важной точкой в развитии этого жанра в творчестве Бетховена. Кроме того, он вошел в число композиторов, получивших заказ на создание патриотических музыкальных произведений, приуроченных к Фенскому конгрессу, который начался в ноябре 1814 года и привлек в австрийскую столицу глав государств и дипломатических представителей разных стран. В период между 1815 и 1817 годом творческая продуктивность композитора вновь пошла на спад. Отчасти причина была в длительной болезни. Хроническое воспаление и лихорадка не отпускали его более года, но большее влияние имели негативные факторы его личной и общественной жизни, в том числе болезнь и смерть от туберкулеза брата Карла. Поздние произведения В этот непростой период жизни Бетховен углубился в изучение классической европейской музыки, включая наследие Баха и Генделя. Полные собрания их сочинений были впервые опубликованы в те годы. Первой попыткой авторского переосмысления идеи великих предшественников стала увертюра «Освещение дома». Это сочинение принято считать пограничной вехой позднего периода в творчестве Бетховена. Тогда же, после длительного перерыва, он вернулся к сочинению для фортепиано. К этому времени относятся пять фортепианных сонат и «Диабелли вариации», а также две соната для виолончели и фортепиано, последние струнные квартеты и два произведения крупной формы, «Торжественная месса» и «Девятая симфония». В начале 1818 года Бетховен почувствовал себя лучше и в январе к нему переехал племянник Карл. В то же время слух композитора начал стремительно ухудшаться, создавая затруднения в ведению бесед и диалоги все чаще облекались в письменную форму. В течение этого года он сочинил фортепианную сонату номер 29 ряд набросков для двух симфоний, которые вошли в окончательную партитуру Девятой симфонии, а также подготовил сборник песен. В 1819 году обремененный судебными тяжбами по поводу опекунства он начинает работу над «Диабелли вариациями» и «Торжественной мессой». Следующие несколько лет прошли под знаком этого масштабного произведения, однако параллельно Бетховен сочинял сонаты и богатели, чтобы удовлетворить запросы издателей и обеспечить себе постоянный доход. В это время Бетховен начал переговоры относительно издания полного собрания своих сочинений, однако эта идея так и не была реализована вплоть до 70-х годов 20-го века. В 1822 году филармоническое общество Лондона заказало Бетховену написание симфонии, а русский князь Николай Голицын обратился к мастеру с предложением написать три струнных квартета. Первый контракт придал ему сил закончить Девятую симфонию, и ее первое исполнение состоялось 7 мая 1824 года вместе с торжественной мессой. Представление прошло с большим успехом. Рецензия авторитетной лейпцигской газеты «Альгемайна музыкальщи цайтум» гласила «Неутомимый музыкальный гений представил свету новый мир». Закончив симфонию, Бетховен приступил к работе над струнными квартетами для князя Голицына. Эти произведения, известные также как «поздние квартеты», оказались очень трудны для восприятия современниками. Один из показательных отликов. Мы понимаем, что в них что-то есть, но мы не можем понять, что именно. композитор и скрипач Луис Шпор назвал эти сочинения «ужасной, неразборчивой, абракадаброй». Однако, со временем оценки критиков кардинально поменялись, а формы и идеи, воплощенные в квартетах, позже вдохновили на собственное изыскание таких композиторов, как Рихард Вагнер и Белла Барток. Любимым детичем самого мастера стал 14-й квартет «Опыз 131 до дес минор», который он называл одним из своих самых совершенных произведений малой формы. Примечательно, что услышать 14-й квартет было последней предсмертной просьбой Шуберта. Воля композитора была исполнена за пять дней до его смерти. Тем временем самочувствие Бетховена продолжало ухудшаться и в апреле 1825 года в течение месяца он не вставал с постели. Болезнь и медленный процесс восстановления сил нашли отражение в настроении 15-го квартета, который сам композитор называл «благодарственной молитвой Всевышнему за излечение». В декабре 1826 года состояние здоровья композитора ухудшилось настолько, что стало представлять серьезную угрозу его жизни. Болезнь и смерть В последние месяцы жизни Бетховен был прикован к постели болезнью, но старые друзья не оставляли его. Он умер 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет во время сильной грозы. Рядом с композитором был его друг Ансельм Хютенбреннер, по воспоминаниям которого в последний миг жизни мастера разразился страшный раскат грома. Из дневника Франца фон Гартмана 29 марта 1827 года похоронная процессия, двигавшаяся по улицам Вены, собрала около 20 тысяч горожан. В числе руководителей скорбного шествия был Франц Шуберт. Он умер год спустя и был похоронен рядом с Бетховеном. Бетховен был погребен на Верингском кладбище, ныне парк Шуберта, на северо-западе Вены после мессы в церкви Святой Троицы. В 1862 году его останки были эксгумированы для проведения расследования причин смерти. И в 1888 году состоялось перезахоронение праха композитора на центральном кладбище Вены. Северо-западе 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 Северо-западе